Всем привет! Сейчас я расскажу, как я делаю самые простые слайдики в программе PowerPoint. Программа стандартная, она есть на всех компьютерах. То есть, вот, допустим, она выглядит так, в открытом виде она выглядит так. Так, значит, давайте сделаем самый простой слайдик. Так, прежде всего, вам нужно себе в компьютере, в альбомчике собрать те картинки, которые вам нужны будут для создания вот этих слайдиков. У меня, допустим, есть папочки с фонами для картинок, для слайдов. У меня есть папки с фотографиями всевозможными. Я скачала в интернете картинки на прозрачном фоне. И вот сейчас кратенько я вам расскажу. Есть вот такая возможность. Можно создать слайд вот здесь нажать, наверху. Создать слайд. Выбираем тот слайд, который нужно. Я обычно беру вот такой, чистенький. Так, вот здесь вот смотрите, здесь есть макеты текста. Здесь есть, в общем, сами потом посмотрите, что тут есть. Здесь вот можно нажать конструктор слайда. Можно здесь вот выбрать готовые фоны уже. Но меня как бы они не устраивают, поэтому я обычно пользуюсь, я сама скачиваю. Это вот мы закрываем, чтобы оно нам не мешало. Вот. Можно сделать вот здесь еще. Есть вот вставка. Можно здесь сделать вот так, смотрите. Создать слайд. Да. И тоже вот так вот выбираем чистенький слайд. Вот так. И закрываем, чтобы нам не мешало. Вот чтобы лишний слайд нам удалить, правой кнопочкой мы кликаем. И вот так делаем. Удалить слайд. Все. Один остался. Он нам нужен светленький. Сейчас мы его наверх сюда переместим. Так. Вставочку нажимаем. Нажимаем рисуночек. И выбрать из файла. Вот. Меня перебрасывает на мой рабочий стол. Так. Вот у меня папка с документами, со всеми моими фотографиями. Так. Сейчас я здесь найду. У меня есть папочка фоны. Открываем. Отдельная папочка. Здесь я накачала себе фоны, которые мне нужны будут. Сейчас мы какой-нибудь с вами выберем любой. И уже на нем будем делать слайдик. Ну, я не знаю. Давайте какой-нибудь. Давайте вот этот. Так. Фон у нас получился большой. Мы его вот так берем, сокращаем. Ставим его вот так ровненько. Вот так берете. Да. Чтобы была стрелочка. И растягиваете слайдик до того размера, который вам нужен. Все. Вот у нас получилась такая картинка. Так. Чтобы нам сделать такое. Ну, давайте просто сделаем какую-нибудь поздравлялку. Или давайте сделаем. Так. Знаете что? Давайте мы сделаем сейчас еще один слайдик. Создать слайд. Сейчас я вам покажу, как делать. Это мы просто фон поставили. Так. Сейчас я вам покажу, как делать, например. Так. Фоны. Да. Еще у меня есть такая вот папочка визитки. Так. Сейчас я вам покажу, как делать визитку простую. Какую-нибудь мы сейчас с вами визитку сделаем. Любую интересную. Здесь накачаны тоже у меня такие интересные моменты. Допустим, возьмем вот так. Вот такая вот картинка у меня есть. Вот. Либо визиточку, либо просто какой-то такой слайдик с текстом. Какой-нибудь интересной фразой. Вот смотрите. Вот у нас есть фон. Дальше. Что мы делаем? Мы можем сделать просто вот тут ставить текст. У меня есть папочки, например. Вот у меня папочка из фразы. Давайте мы вот такую фразу сейчас сделаем. Так, так, так. Ну, любую. Давайте вот копируем вот эту фразу. Теперь мы делаем так. Вот здесь у нас внизу, а можно даже так вот сделать. Вставочка и вот тут надпись, смотрите, выбираем. Вот. И проводим, где мы хотим, чтобы эта фраза была у нас. Например, мы хотим текст фразы вставить вот здесь. И просто вставляем. Вот у нас получилась вот эта фраза вставилась. Теперь мы ее вот так выделяем. И вот здесь есть буковки. Вот это толщий текст. Вот текст с наклоном. Вот эта буковка, это увеличить размер можно, так как мы хотим. А вот тут мы можем сделать этот текст какого-то определенного цвета. Например, белого. Чтобы он лучше смотрелся. Вот. Получился у нас слайдик с текстом. Ну, можно его еще как-то украсить. Так, возьмем рисуночек из файла. Так, чтобы нам выбрать. Так, сейчас у меня вот есть тут альбом такой. Да, и тут накачаны у меня очень много картинок с интернета. Ну, сейчас мы вот этот сделаем слайдик. Вставим наш значок. Картинки на прозрачном фоне. То есть тоже мы вот так его берем, уменьшаем. Вот, получилась у нас вот здесь вот такая картинка. Ну, в принципе, слайдик готов. Ну, давайте сейчас что-то еще вставим. Посмотрим, что можно вставить еще. Ну, например, так, что тут слайдик? Что подойдет здесь? Так, сейчас посмотрим, что можно вставить еще. Картинок великое множество. Можно накачать какие-то буквы. Можно накачать какие-то надписи всевозможные. Всевозможные картинки. Не просто на обычной, а на прозрачном фоне. Вот, и они у нас потом, чтобы не искать, взяли и в любое время вставили. Вот, чтобы такое выбрать, я даже не знаю. Сейчас мы посмотрим, что мы придумаем. Так, так, так. Чтобы слайдик был более-менее такой законченный. Так, как будто бы не хватает чего-то. Ну, вот можно вот так сделать. Смотрите. К примеру. Давайте сделаем вот так. Этот вот сюда поставим. А здесь вот так сделаем. Вот эту вот. Допустим, вот там. Все. Вот смотрите. Вот как-то так вот. Как-то так. А можно сделать еще. Сейчас я покажу еще, как делать. Так, вот этот вот слайдик. Вот этот значочек можно сделать поменьше. Сейчас подождите. Поменьше. поставить его вот здесь. А вот тут мы сейчас сделаем вот так. Смотрите, еще можно делать надписи. Вот здесь внизу есть автофигуры. Мы кликаем, выбираем основную фигуру какую-нибудь. Например, вот эту. И вот тут вот тоже мы вот так ее растягиваем. Так. Значит, можно ее тут поменьше сделать. Тоже вот так вот, допустим, если она слишком большая. Правой кнопочкой кликаем. И формата автофигуры выбираем. И вот здесь вот можно выбрать цвет этой фигуры. Какой вот здесь у нас цвет подходит. Например, вот этот желтенький. Окей. Вот она становится вот такого цвета. И вот опять вставочка. Надпись. И вот тут я сейчас вставлю, подпишу слайдик, что это мой. Так. Так, сейчас. Я обычно так подписываю. Вот. Так же я его выделяю. Вот так выделяю. И делаю, например, его потолще. Увеличить можно. Наклонить можно. Попробовать увеличить. Вот. Раз увеличили. Входит все. Можно черным оставить. Вот такой слайдик у нас получился. Теперь мы делаем как? На пустом месте кликаем мышкой. Можно сделать вот здесь сохранить. Слайдик сохранится. Кликаем на пустом месте. И нажимаем кнопочки Ctrl-A. А английская или F русская. Ctrl-A. Вот так вот выделяется у нас. И мы кликаем на слайдик. Сохранить как рисунок. Так. И сохраняем его в какую-нибудь папочку. Я бы... Ну, допустим, этот слайдик я сейчас сохраню себе в визитке. Где у меня... Вот они, визитки. Открываем. Вот здесь выбираем формат. Так. И... Ну, не знаю, как-нибудь его называем. Я обычно... Вот так, просто как-то так делаем. Сохранить. Существует. Так, значит, что-то другое сейчас сделаем. Так, ну-ка. Сохранить. Все. Слайдик у нас сохранился. Так, дальше. Можно сделать какую-нибудь... Не знаю, открыточку, например. Можно... Слайдик. Вот смотрите. Вот у вас есть фон, да? Вы кликнули. Его можно обрезать. Можно... Так, давайте мы на этом фоне сделаем несколько фотографий каких-то. Или несколько каких-то... Искомпоновать их. Сейчас мы что-то сделаем. Так. Даже не знаю, что бы такое придумать. Какую-нибудь открыточку давайте придумаем. Вот, например, у меня слайдик на прозрачном фоне. Видвежонок. Так, что еще можно? Какую-то детскую открыточку, да, получается. Здесь, допустим, клоуны мы поставим. То есть они уже заранее у меня накачаны, чтобы у меня не было проблем никаких. Я уже ничего не ищу. Я прям сразу делаю вот так. Так, так, так. Где-то у нас тут был шарики. Можно... Мы ищем шарики. То есть вы в эту программку, когда зайдете, вы экспериментируете, все там смотрите. Ничего страшного нет. Все в любое время можно удалить. То есть в любое время. Надо... Вот я хочу шарики найти. У меня где-то здесь были красивые. Так, шарики, шарики. Ну, вот, к примеру, вот есть шарики у меня, да. Шарики эти можно растянуть. Вот, например, растянуть их вот так. Вот так, например, сделать. Вот видите, уже какая красивая получается открыточка. Ну и здесь что-нибудь такое. Можно какую-то надпись тут поздравляю написать. Есть у меня еще так. Если шарики не нравятся, например, кликайте. Вот так вот. И вырезать. Удаляем их. Есть у меня еще вставно скачанное поздравление в надписях. Вот сейчас я найду какое-нибудь поздравление. Это тоже все есть в интернете. На прозрачном фоне выбирайте поздравление. Поздравляю. С днем рождения. Там приглашаю. Там все что угодно. С юбилеем. Какие вам надо поздравления, такие вы копируете. Вот я специально не подготовила. Будем искать сейчас. Допустим, вот днем рождения. Вот смотрите, какое поздравление. Сейчас мы его, допустим, поставили. Так, вот днем рождения. И вот, например, ну это так, конечно. Это так делается. Можно, допустим, делать, вот смотрите, на картинку накладывать еще картинку. Допустим, вот у меня есть бант, да? Я его, например, вот так беру, сокращаю, к примеру. И там приделываю мишке его бант. Или, например, там клоуну его можно подставить. То есть без разницы. Можно экспериментировать, делать все что угодно. Так, рисунок из файла. Так, вот, в общем, вот так, вот таким вот способом делаются вот эти вот слайдики. Можно делать просто какие-то, не обязательно на прозрачном фоне, можно просто сделать там вставочка. Вот она, вставочка, например, в днем рождения. Если вас, например, беленькую взяли, там поставили. То есть все что угодно. Вот, еще раз напоминаю, смотрите, здесь макеты текста есть, здесь вот макеты содержимого. Вот они всевозможные. Здесь вот есть конструктор слайдов. То есть выбираете, и здесь вот есть любые фоны, да? Так, давайте сейчас мы сделаем вот создать слайд. Создать слайд. Я сейчас вам покажу. Конструктор. Вот, допустим, какой-нибудь фон здесь выбрать можно. Смотрите, вот такой, например, фон. Вот такой. Вы просто кликаете на эти фоны, да? Вот такой, смотрите. Вот такой. Вы просто кликаете, смотрите, выбираете, что вам надо. Подходит он вам, не подходит он вам. Вот, какие угодно. Есть графические здесь фоны, сейчас посмотрим. Например, вот такой вот есть фон. Вот такой простой, да? Как бы такой, вот может что-то, какие-то документы делать. Просто кликаете и смотрите, что у вас здесь есть. Все, что угодно, на любой вкус. Вот просто фон, да? Вот такой фон. Вот мы уже смотрели. В общем, все, что хотите. Меня это не устраивает, поэтому... Вот у нас такой слайдик. Так, здесь закрываем. Здесь вот цвет текста меняется. Вот, ну, сейчас он закрыт. Это когда я текст выделю, поменять. Здесь увеличить, уменьшить текст. Здесь вот внизу автофигуры, да? Вот, посмотрите. Их тут много всевозможных. Есть вот линии, есть соединительные линии, есть основные фигуры, есть стрелки. Вот когда мы что-то делаем, например, сейчас давайте попробуем стрелку сделать. Просто так для интереса. Допустим, сейчас мы вот здесь делаем стрелку. Так, сейчас мы сделаем стрелку. Так, основные фигуры. Так, фигурные стрелки. Так, давайте вот стрелку мы сейчас сделаем. Вот она стрелка у нас, смотрите. Вот мы ее, например, берем вот так. Так, здесь у стрелки зеленая штучка вот есть. Вот ее берешь вот так вот и поворачиваешь. Вот раз, мы повернули. Так, теперь ее можно растянуть, эту стрелку. Показать, что вот именно с днем рождения, с днем рождения. Или, например, здесь там 2 годика вставить вот здесь. Так, также мы на нее кликаем и формат автофигуры выбираем. Мы выбираем, какого она бы у нас цвета, например, была. Стрелка эта. Ну, например, вот я не знаю, там какого-нибудь вот. Красивого, красивого, желтого. Окей, вот она желтая у нас. Все, что угодно можно сделать. Экспериментируйте. Можно просто вот стрелочка, да. То есть вот сдвинули, убрали. Не нравится, кликнули, вырезали. Не нравится, кликнули, вырезали. Там надо вам, клоуна, например, большого, допустим, во всю. Вот вы его там хоп растянули, и получился у вас большой клоун. Раз, удалили. Посмотрели. В принципе, ничего сложного нет. Я думаю, что вам будет понятно. Все, я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok